Я думаю, если честно, это больше такой внутриполитический или внешнеполитический дискурс, нежели, так сказать, практика. Конечно, наверное, у всех народов, у больших стран, у великих, так сказать, наций, наверное, должны быть такие дерзкие идеи. Например, колонизация Луны. Я знаю, что этот вопрос активно дискутируется в тех же США. Это так или иначе, к этому все готовятся. Но я почему-то думаю, что подобные гиперпроекты не в состоянии, ну, полноценно или полномасштабно, не в состоянии вести ни одна из даже самых больших и развитых стран. Я почему-то думаю, что подобные амбициозные проекты, это, наверное, проекты общечеловеческие. Это, наверное, проекты, так сказать, всех людей на Земле. И очевидно, что такого рода проекты должны осуществляться вместе, какими-то международными консорциумами. Я не знаю, в любом случае это гораздо больше, чем просто борьба за геополитическое пространство. Тем более, что Луна в традиционном научном определении этого слова никаким геополитическим пространством являться в принципе не может. Потому что геополитика ограничена территорией планеты. А это уже какое-то межпланетное, так сказать, сотрудничество. Ну, в смысле, я имею в виду межпланетная проекция. И я уверен, что это должны быть совместные проекты. И, как говорится, вот когда мы, наконец, поймем, что есть что-то побольше, чем просто соперничество, что называется, на Земле, да, там, так сказать, там за, не знаю, за ресурсы, за пространство, за умы людей. Да, а есть еще и огромный безбрежный космос, который мы только вместе можем, так сказать, освоить и туда выйти. Наверное, жизнь качественно изменится и изменится вообще вся наша планета.